Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Максима. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверить ли он нам свое биополе. Наперед сеанс. Кивает. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Максима, под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Максима, находит все. Значит, у него демон, 18 герц, стукок. Знаешь, он как закрыт наполовину. Сними с него вот эту накидку какую-то. Ты мне не говорила, что там накидка какая-то? Она не дает продвигаться дальше. Даю команду с силами его, намерение снимая накидку с Максима. 1, 2, 3, отключается полностью. Все сопутствующие энергии вместе с накидкой выходят, чипы-датчики отключаются, импланты отключаются, все идет в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. У него голова полностью закрыта, он как не видит ничего в этой накидке. Выходит? Но она полностью повторяет его. Выходит. Дракон. Какой? Красный, да? Нет, он каким-то светом не поймал. Пукурышки на нем такие коричнево-серые какой-то. Не понял, что это за дракон такой. Ты кто, Дракошин? Какого ты цвета? Он говорит, что я отшельник. Отшельник? Или предатель по-другому. А кого ты предатель? Он работает с гуманоидом. Ах, вот как. А еще и гуманоид есть? Да. Давай еще раз пройдемся. Итак, у нас накидка, демон, 18-герцовый суккуб, дракон-отшельник. Так и запишу. Это накидка дракона. Ага. И у гуманоида у него как баночка или какой-то такой квадратный сосуд. Угу. Стеклянный. И в нем воля человека. Сила моего намерения. Этот сосуд уходит в соседнюю клетку. Готово. Дракон, мне что проверить? Вернее, гуманоид, ты хочешь проверить мою волю? В моих руках появляется шар живой плазмы. Один, два, три. Не наказывай так. А как наказывать тебя? Какое ты имел право у него забирать это? У тебя есть контракт с ним? У тебя есть договор какой-то с ним? Ты еще и дракона нанял. Убираешь шар, входит в меня. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Хоть ты отшельник, хоть ты не отшельник, на тебя это действует. А на него это сильно действует. Ну, отлично. Пусть просит это остановить. Он сожалеет, а содеянным им был изгнан. Выключая печать. Ты был изгнан. Тебе ставили клеймо? Ты уже попадался в межгалактическую полицию? Нет. Он был изгнан в Совет Драконов. Ого. Это то, что печать несет знания и вообще вот печать нанесет. Как раз Совет Драконов напоминает драконам, на какой они стадии и что они представляют из себя и какие у них законы. Поэтому им так плохо всегда от печать. А этому еще хуже, потому что он изгнан. И внутри у него очень он сожалеет. Хорошо. А ставим этот вопрос до дальнейшего периода. Но эта накидка, которую ты установил, дракон, я, честно говоря, не вижу, чтобы ты особо сожалел. Тебя гуманоид принуждал к этой работе или ты добровольно работал с ним? Добровольно. Добровольно. Ну хорошо. Итак, Вера, кто у нас еще есть? Демон. Итак, демон. 18-герцовый. Суккуб. Дракон с накидкой. И гуманоид. Еще кто-то есть? Нет. Начинаем сразу с реверса энергии. В процессе работы будут задавать вопросы. Я даю команду тонкой копии Максима спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную патогенную низкой абрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой абрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Максиму. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Откуда ты пришел, гуманоид? Сейчас, секунду, вот к этой накидке. Она полностью подавляла его волю. Мало того, что она сверху давила, он как одет в нее, и она очень похожа на сама по себе, как кожа вот этого дракона тоже какая-то. В пупырышках, вижу. Итак, дракон, какая цель была твоей накидке? Потому что ты работал на гуманоида, я понял, что вы воровали. Он говорит, что он хотел его волю, я ее подавлял. Ты подавлял волю. Сколько лет ты сидишь в его биополе? 9. Сколько лет находится гуманоид в этом биополе? Гуманоид 9 и дракон 11. Дракон 11 даже. Значит, дракон зашел раньше. Понятно. Дракон готовил почву для гуманоида. Почву открывал, подавлял волю. Хорошо. Как у нас с реверсом? Посмотри, пожалуйста. Не знаю, дракон. С одной стороны, ты якобы сожалеешь, с другой стороны, ты делаешь такие вещи, которые, в принципе, я ожидаю от ящеров и гуманоидов. То есть от самых опасных. Он не об этом сожалеет. Он сожалеет в самом начале, что у него случилось, когда его... Изгнали. Изгнали. И что, назад не принимают уже драконов изгнанных? Принимают. Но для этого должен быть определенный образ жизни драконов и количество времени пройти. А он связался с другими цивилизациями и продолжает делать зло. Хорошо, дракон. Ты хозяин своей судьбы. Ты сам об этом знаешь. Мне не надо тебе рассказывать. Поэтому закон кармы действует и на драконов. Реверс закончился. Если бы ты осознал и прошел этот путь, который рекомендовали тебе, возможно, ты бы избежал этого всего, что сейчас происходит. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Максим забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Максим себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Опиши. Он идет светлый поток, назад возвращается и тонкая копия, она как раскрывается. Силу обретает внутреннюю, духовную. Для этого он и пришел. Вверх, как плечи вниз у него были. Сейчас он раскрывает все тело. Отлично. Это начинает циркулировать. Энергия, да? Да, сверху вниз, в ноги, в руки полностью, везде проходит. Все правильно. Другим цветом становится. Лез другие энергии возвращаются от интерферента. Реверс закончился. Отлично. Хорошо. Реверс закончился. У меня еще осталось пару вопросов. К Сукубу. Когда ты пришел? Сколько ты находишься в биополе? Четыре года. Демон привел? Вместе. Хорошо. 18-герцовый демон. Ты тоже четыре года находишься в этом биополе, да? Чуть меньше. Хорошо. Значит, Сукуб был чуть раньше. Ну, давай рассказывай, специалист по алкоголю, свою историю. На что зашел? Когда зашел? Какая ситуация была? Как работал? Чего добивался? Он говорит, ну а что тут ты так? Все ясно, на безволие и зашел. Ты же видел, что безволие вызвано было драконом и гуманоидом? Если бы это была его... А мне-то какая разница? Ну, в принципе. Мне еще больше на руку. Ну, в этом я... Меньше работать. Ты успел за работу сделать контракт с ним? Не успел, он уже дракону отдал. Ммм. Дракон, ты с ним контракт заключил? Заключил. Хочешь ты, дракоша. Маленький, а вредный. Хорошо, демон. Могу тебе предложить следующий вариант. Лярва, есть его в биополе? Посмотри. Есть голова и низ живота. Понятно. У тебя есть интерес к этим лярвам? Да. А эмоционально фандом тебя интересует? Еще как. Ну вот, давай-ка оперируй со мной, отвечай на вопросы. Там эмоции на эмоции, все низкие. Согласен. Я знаю, какой это для вас деликатес. Тогда начнем с суккуба. Суккуб, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в биополе. Отключайся. Снимай свои ленточки, ошейники, все, что ты там поставил. И возвращайся в клетку. Кто из вас присутствует в квартире еще? Максима? Никто. Хорошо. Суккуб, закончу. Хорошо. Дракон, что-нибудь осталось на твоей чистоте? Гуманоид, посмотрите. У кого осталось? Нет, не осталось. Хорошо, значит, все вывели. Ну и ты демон остался. Демон, выходи. Отключайся, рассказывай, где ты сидел, как ты воздействовал. И как отключишься, доложи мне прямо на месте. Я тебе дам разрешение забрать лярвы. Приступай. Ну, он снизу рогами упирается. Понятно. Эти проблемы с мочевым пузырем, это была твоя работа рогами, да? Туда у меня было. На этом он с драконом и сошелся. Дракон пообещал избавить этот стыд. Понятно, дракон. Слушай, дракон, ты реально сегодня даже гуманоида, по-моему, переплюнул? По вредности нанесения ущерба. Я не понимаю твоей агрессивности. Ты кто, абсолют? Или ты главный дракон? Или совет драконов? Я не понимаю. Я отшельник. Это мне нечего терять. Ой, как тебе еще есть чего терять. Тебе еще очень много есть чего терять. В дополнение еще можно получить печать на хвост, клеймо. Демон снял все. Хорошо. Демон все снял. Разрешаю демону забрать лярвы. Где они находятся, Вера? Посмотри. Голова и низ живота. Как он и говорил, хорошо. Голова, низ живота. Черные? Черные. Ну, это уже давно. Забрал. Все все забрали. Даю команду на рассинхронизацию. На счет три. Один, два, три. Пошла рассинхронизация до ста процентов. Так кто ему помогал? Кто сделал эту проблему с мочевой системой? Дракон? Или дракон пообещал от нее избавить? Дракон пообещал избавить. Она была до него, да? Да. Хорошо. А рога демона, как они ухудшали это состояние, когда он туда давил рогами? Да там не только эта проблема. Там алкоголь, там неразвитие, скажем так. Человека воля потеряна абсолютно. Вот эта маска, не маска, накидка на нем. Она его полностью от мира ограждала. Хорошо. Сейчас накидки нет. Сейчас Максим может нормально коммуницировать. Максим, вы видите эту всю ситуацию? Вы понимаете, что здесь происходит сейчас? Он понимает, что ему легче. Больше он ничего не понимает пока. Хорошо. Вам надо менять свою жизнь, Максим. Если вы дальше завтрашний день начнете уже чистым, с того, что примете алкоголь, на этом можно заканчивать. Этот же 18-герцовый демон, он будет ходить рядом. Он вас никогда так легко не отпустит. Он будет ждать проявления вашей воли. Если она сильнее будет, соблазн, который он будет вам посылать, то вопрос времени. Вы понимаете ответственность, которая лежит сейчас на ваших плечах за вашу жизнь? Только вы можете что-то реально изменить в своей жизни. Мы уберем сущности, мы уберем все, что вам мешало. Но готовы ли вы начать новую жизнь? Он не знает, с чего я начать. Хотя бы с того, что не пить. Изменить свои привычки, изменить свои реакции. Если приходит та ситуация, когда вы пили, какая-то тоска, обозначить ее, запомнить ее и просто вслух рассмеяться. Если вы этого не будете делать, привычка окажется сильнее вас. Будет пару дней тяжело, хорошо, будет соблазн. Найдите себе хобби. Сделайте что-нибудь. Займите себя. Но избегайте этих мыслей. Демон говорит, это и есть его хобби. Это печально, демон. Я понимаю, печально не для тебя. Я просто человеку объясняю, что у него есть всегда шанс. Я ему объяснил опасности. Я знаю, как ты будешь действовать. И ты будешь ему посылать эти подходы. Посмотрим, как он выдержит их. Но это реально. Есть люди, которые с этим справились. Если хотят жить, конечно, и не уйти вместе с демоном. Где мы остановились, Вера? Что-то я заговорился. Демон забрал лярвы. Демон забрал лярвы. А рассинхронизация тоже закончилась. Включая внутренний белый свет Максиму этим светом. Максим выдавливает из себя все негативные патогены низкоабберационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет. Свет выдавливает энергию. Энергия формируется в шар перед ним. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, шар с энергией уходит на переработку в чистую первичную энергию. Даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он чистый, но он пропитан алкоголем. Хорошо. Включаю еще раз внутренний белый свет Максиму. Один, два, три. Все, что находится на частоте алкоголя, выходит. Один, два, три. Пошел свет. Максим выдавливает из себя этот фантом. Он выходит и формируется в шар. А его рвать начинает. Он покрывается потом. Пусть выходит. Это другой пот. Все выходит. Готово. Хорошо. Много вышло? Много. Он стал очень тонкий, но внутри у него вот эта воля светом, как стержень. Хорошо. Демон, я хотел спросить, не на твоей частоте этот шар находится? Не надо, убери. Я лучше эмоциональный запер. Открывая под ним портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Подхожу к Максиму. Помогаемой энергии на счет 3. Сделать импульс высокого, абрационного шокового удара и отсечь каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три. Удар. Отлетает каналы. Открывая портал в галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Максима. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также низкая вибрационная эмоциональная энергия. Проецируется на его эмоциональном фантоме. У меня такое ощущение, что все, что я назвал, все выйдет сейчас. Все выйдет, и демон говорит, сколько же я сил вложил, чтобы культивировать все эти эмоции. И у него этот фантом, он даже больше него, он живет сам по себе. Хорошо. Максим, вы понимаете, что это такое сейчас стоит рядом перед вами? Этот эмоциональный фантом. Эти все энергии, которые я перечислил, вы сами сгенерировали. Я понимаю, хочу от них избавиться. Хорошо. Вы готовы избавиться. Сворачивайте энергии в шар. Забираешь, демон? Конечно. Отправляю демон. Готово. Хорошо, демон. Буду тебя отпускать. Будешь делать подходы? Говори честно. Смотреть буду со стороны. Смотреть со стороны. А если он покажет свою силу воли? Ты признаешь ее? Ты уйдешь? Нам неприятно ваша воля. Согласен. Хорошо. Ты был откровенен со мной, и я откровенен с тобой. Ты получил то, что ты хотел, даже больше, и готов уходить. Я понимаю, да? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон, забирая все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Стабогенную пентаграмму. Суккуб готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Суккуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо. У нас остался дракон, отшельник и гуманоид. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Дракон, отшельник. Изгнаны. Драконами. 11 лет с накидкой. Подавлял волю человека. Работал для гуманоида, находящегося 9 лет. Кроме того, у гуманоида был куб с волей человека. Я понимаю, безусловно, там не обошлось без вины человека самого. Но просто это очень массивное воздействие. Посмотри, пожалуйста, не исчислится ли там что-нибудь еще. Заберем обоих. Да. Накидку дракона обязательно уничтожить. Она ядовитая. Открывая под накидкой портал в галактическое ядро, накидка уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Забрали. Хорошо. Клетка пустая у нас сейчас. Посмотри. Там куб пустой стоит. Под кубом, открывая портал в галактическое ядро, куб уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Хорошо, Максим. Мы переходим к манифесту. Это очень важный текст. Вы должны в каждое слово вдумываться и понимать, что вы хозяин своей судьбы и своей души. И вы должны взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение своей души и личности. Сейчас я буду говорить, а вы повторяете за мной. Воплощение в временах и снах. Сила моего намерения, да, будет так, а так и есть. Прочитал он? Прочитал. Как? Прочитал? Сперва его трясло. Потом слово намерение его зацепило. Отдалось где-то в душе. Оно ему. Ну и к концу он такой вере не стал читать. Читайте этот манифест, наш администратор вам его передаст. Поехали дальше. Информация идёт, что каждая чакра отвечает за что-то определённое, вот укрепляя их, начиная снизу, укрепляя, делая их твёрдыми, понимая их и снизу вверх, узнавая про каждую чакру, про её силу и эмоции, которые она несёт, знакомясь с ними. Эта уверенность и знания перейдут на физическое тело. Таким образом он избавится от своих физических недугов. Я благодарю куратора за эту информацию. Меркаба готов. Надеемся, он это всё правильно поймёт. И пусть тонкая копия Максима вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 500. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Максима до числового значения 500 герц. Пошёл, пойдём. Готов. Хорошо, Максим. Мы закончили вашу чистку. Вы чисты. Полная энергия. Как вы себя чувствуете? Не могу объяснить. Какая-то усталость во мне есть. Очень приятная. Это родная энергия. Как будто с меня сняли груз. Ну мы действительно этот груз сняли с вас. И эта накидка была, огромный груз. И эти интерференты. А сейчас мы ещё... Мне приятно находиться в тишине и прислушиваться к себе. Занимайтесь этим. Прослушайте несколько раз сеанс. Поймите, что от вас сейчас зависит. И ваше счастье лежит в ваших руках. Это не так и трудно проявить волю, когда она есть. А сейчас мы её вам вернули. Уже больше никто вам мешать не будет. Покажите, насколько ваша воля сильна. И прислушайтесь к советам вашего куратора, который передал эту информацию. Насчёт того, чтобы вы занимались пониманием, развитием своим. Знали, как текут энергии. Как заправляться энергией на нашем канале. На канале есть обучающие видео, где мы это ещё раз всё объясняем, разжёвываем. Посмотрите их, интересуйтесь и работайте. Мы закончили. А сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Максима в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извереньки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Он не хочет уходить. Хорошо и нравится ему у нас. Да, ему спокойно здесь. У него страх есть принятие решения. Он убегает от этого. Потому довёл себя до такого состояния. Ну вот, ответ, если есть уже на этот вопрос, то, соответственно, надо этот страх подавить, осознать и принять эти решения. И это именно было то, что вы прочитали в манифесте. Нужно начинать маленькими шагами с маленькими решениями. Всё верно. Всё верно. Но главное начинать. Хорошо? Готово. Отлично. Отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики. Пошёл подъём. Отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики.